На северо-западе Тульского региона, гранича с Калужской и Московской областью, расположился небольшой район – Заокский. Как самостоятельное муниципальное образование он сформировался в 1965 году. Промышленности, как таковой, в нем не было. Район ориентирован на сельское хозяйство и развитие туристических зон на побережье Оки. С развалом Советского Союза многие колхозы обанкротились, земли пустовали. Но недолго. Тогда районные власти приняли решение отдать их под застройку дачами. Коттеджи начали расти, как грибы после дождя. Большая их часть принадлежит москвичам. Тульскую и Московскую область связывают этот мост через Аку. До столицы, чуть более 80 километров до города, оружейников столько же. Оба берега с похожим ландшафтом и одинаково живописны. Вот только на московской стороне цены на землю значительно выше, чем на тульской. А зачем столичным жителям платить больше, если для существенной экономии достаточно проехать 500 метров по мосту? Заокский район можно назвать центром дачной застройки Тульской области. На сегодняшний день насчитывается порядка 30 тысяч домов. Вот только большинство земельных участков не оформлены законно. Налоги за нее не платят. А это дыра в бюджете района. И причина в том, что в выходные, когда хозяева дач приезжают, регистрационные центры закрыты. У нас совместно с Росреестром есть соглашение о международном взаимодействии. Мы, начиная с следующего года, с сезона, когда все дачники приезжают, будем отшлять выездную регистрацию прав именно в садовых товариществах. Заранее информировать жителей, собственников. Потому что москвичи приезжают отдыхать в садов с пятницы по воскресенье. Приходить им сюда в регистрационные центры в выходные дни. Ну, это не совсем удобно. Они сюда не за этим приезжают. Поэтому будем мы приезжать к людям, оформлять дома, оформлять земельные участки. И тем самым увеличить налогооблагаемую базу. Вырвавшись из пыльной столицы, дачники едут на природу, на чистый воздух. Но в этом году один из дачных поселков столкнулся с неожиданной проблемой. СПК Малаховский, развалившийся в 90-е, два года назад неожиданно воскрес. Поголовье коров растет с каждым днем. И жить рядом с такими соседями москвичам не понравилось. В основном жалуются на запах. Мухи летают. Есть такие предложения от СПК. Городить живой изградью комплекс от живого массива. Но дальше сложно. Это должны решения принимать специалисты. Ну, это опять же деньги. Конечно. Ситуация, можно сказать, тупиковая. Однако компромисс найти можно, если фермеры модернизируют производство и уберут отходы и пахучие корма с открытого воздуха. А дачникам нужно снизить претензии к соседям с душком. В то время как уровень развития дачного отдыха в районе растет, собственные турбазы приходят в запустение. Например, тульская база отдыха «Металлург». Когда-то круглый год в ней кипела жизнь. База вмещала 250 отдыхающих. Складывается впечатление, что люди здесь были совсем недавно. И прогуливаясь среди мрачных зданий, ощущаешь себя на экскурсии по городу-призраку Припяти. Сейчас эта база отдыха напоминает кадры из документального фильма про катастрофу на Чернобыльской АЭС. Аналогия с брошенным городом стопроцентная. Здания пустуют, но в целом еще неплохо сохранились. Однако природа начинает отвоевывать свое от цивилизации. Внутри зданий валяется старый хлам, который когда-то был имуществом базы. Газовые плиты, разбитая мебель и даже игровые автоматы в этом доме культуры стоят, как будто ожидают отдыхающих. А если пройти дальше по коридору и немного повернуть направо, то мы попадаем в комнату, которая была читальным залом. Книги – это единственное, что пока здесь хоть как-то сохранилось. Судьба базы отдыха решена. Ее выставили на торги. Как только найдется инвестор, территория и комплекс зданий перейдет в частные владения. Политика привлечения финансовых вливаний со стороны поможет создать в Заокском районе туристический кластер. В этом году губернатор Владимир Груздев подписал соглашение, благодаря которым район получит 12 миллиардов инвестиций на развитие турзон Окского побережья. Запланировано строительство лагеря для отдыха в летний период 1200 детей. С мая по октябрь население Заокского района выросает втрое – до 60 тысяч человек. Приезжают дачники, большинство из которых пенсионеры. Они чаще всего и обращаются в районную больницу. Потому и загруженность врачей в этот период колоссальная. Во-первых, медперсонал укомплектован только на 50%. Во-вторых, стационар больницы рассчитан на 55 койко-мест. Да и сама больница нуждается в ремонте. На деньги спонсоров уже отремонтировали при клинику. На их помощь рассчитывают и на этот раз. Есть проект, есть рисунки, есть сметы. Мы все это подготовили. Мы планируем облагородить и сделать навес, под который подъезжала бы машина скорая. Снег, дождь, чтобы они были защищены. И есть у нас в районе люди, которые оказывают спонсорскую помощь. И вот этот момент, который мы сейчас пытаемся сделать, он будет сделан за спонсорские средства. По программе модернизации в ближайшее время в отдаленных уголках района откроются дополнительные ФАПы. Закуплено новейшее оборудование, специалисты повышают квалификацию. Однако из сел сегодня люди стараются уехать. Ведь работы в деревне нет. Например, пять лет назад обанкротился Испыка Миротинский. И жители одноименного поселка стали никому не нужны. Дело в том, что руководство колхоза обязано было передать поселок после банкротства на баланс района. Однако этого не сделало. Крыши текут, коммуникации забиваются. Мусор никто до недавнего времени не вывозил. Яшики ставили под мусор, вывозили, чтобы канализации работали нормальные. Сейчас зима замерзнет и уже все страдают за канализацией. Большая часть мужского населения уехала на заработки в другие города. Остальные ищут спасение спиртном. При общей разрухе, благодаря такому контингенту, магазины выглядят намного лучше, чем жилые дома. Летом в поселок приезжал глава района Антон Агеев. Жители рассказали ему о своих проблемах. Помойку из села убрали. Только по старой памяти жители снова несут туда мусор. И снова его вывезти некому. Глава Пахомовского муниципального образования, на территории которого находится поселок, предложил выход – установить контейнеры, а жильцам скидываться по 30 рублей в месяц, чтобы нанять мусоровоз. Жители предложение одобрили. Глава вдобавок заверил, что в следующем году у поселка появится хозяин. Сейчас ведется процедура признания безхозяинного имущества. В течение года, то есть это где-то август-сентябрь следующего года, будет передано в суд по признанию имущества района. И тогда уже в полную силу, в полную меру можно будет людям рассчитывать, и администрации тратить деньги для бытовых нужд, для хозяйственных нужд и для обеспечения всем необходимым этого данного населенного пункта. В мае закрылся и поселковый детский садик. Причина – несоответствие санитарным требованиям. А точнее, здание разваливалось. После передачи Миротино муниципальному образованию детсад вновь заработает. А жители поселка смогут выбрать управляющую компанию или создать ТСЖ, которая и займется обслуживанием поселка. Сегодня селяне платят только за газ и электроэнергию, а вот с водой – перебои, как и в целом по району. Причин много. Во-первых, в дачных кооперативах воду добывают из-под земли. Бурильщики могут сделать скважину до 20 метров. Глубже нужно особое разрешение. Однако его редко кто спрашивает. Бурят колодцы глубиной и в 50 метров. Это, соответственно, нарушает водоносные горизонты, в том числе и сказывается на рабочем поселке Заокске. Если они попадают в жилу, с которой питаемся мы, у нас просто меньше, получается, количество воды меньше. Ну, на самом деле, за примером даже далеко ходить не надо. У нас вот, если ехать в сторону музея Поленова, есть Лимберская гора, коттеджный поселок. Он стоит практически целиком на нашем водопроводе. Нарушителей штрафуют, скважины выявляют и опечатывают. Однако, если закрыть все частные скважины в районе, проблема с подачей воды в Заокск не решится. В районном центре она подаётся по часам. Причём, живительная влага низкого качества. Из-за старых водопроводов она окрашивается в ржавый цвет. Вдобавок в ней высокое содержание железа. В этом году будет поставлена станция по аэрации воды. Очистка значительно снизит содержание феррума в ней. Местные власти планируют в скором времени обеспечивать водой Заокский бесперебойно. Есть возможности, есть варианты протянуть нормальное водоснабжение с Окского горизонта, это в районе Полена, в районе Велигош, протянуть центральный водопровод до рабочего посёлка Заокский и запитать от него ещё существующие коттеджные посёлки. Это в том числе будет приносить неплохие деньги. Осталось найти инвесторов, которые возьмут на себя прокладку водопровода к рабочему посёлку. Благодаря финансовым вливаниям со стороны решить большинство проблем в районе можно. А их много. Ветхое жильё, устаревшие коммуникации, безработица, упадок сельского хозяйства и разваливающиеся туристические зоны. Однако скорость по решению проблем, которую набрала районная администрация, продолжает увеличиваться. Темпы высоки. И, возможно, в ближайшее время Заокский район сможет претендовать на звание комфортабельного дачного агломерата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова